Чаще всего образовательные организации МВД России ассоциируются только с получением сотрудниками российской полиции высшего образования. И до недавнего времени это действительно было так. Но 2017 год стал переломным моментом. Мы возобновили реализацию программ среднего профессионального образования по очной форме. Сейчас можно с уверенностью сказать, что подготовка специалистов среднего звена открывает широкие возможности как для самих обучающихся, так и для всего Министерства внутренних дел. Нашим выпускникам в более короткие сроки присваивается квалификация юрист, которая позволяет проходить службу на должностях оперативного состава и участковых уполномоченных. При этом им предоставляется возможность получения высшего образования по заочной форме на бесплатной основе. Отличительная черта ведомственного профессионалитета – это, конечно, небольшой период обучения. Всего два года и пять месяцев. Однако наша задача заключается не только в том, чтобы интенсивно готовить кадр. Цель более амбициозная. Выпускники должны обладать всеми компетенциями, которые необходимы среднему начальствующему составу и быть готовыми ответственно и успешно выполнять свои обязанности. Решение этого вопроса кроется в программе обучения, которая кардинально отличается от обучения по программам высшего образования. Она реализуется по модульному принципу, что позволяет последовательно формировать умения и навыки у будущих сотрудников полиции. Когда я решил поступать в ВУЗ МВД, для меня выбор специальности был очевиден. Я становился на программе среднего профессионального образования, потому что хотел как можно скорее стать настоящим полицейским, испытать себя на прочность, преодолевать трудности и помогать людям. Сейчас я уже прохожу службу в отделе полиции, работаю с заявлениями граждан, провожу профилактические мероприятия и даже выявляю преступления. В то же время продолжаю получать новые компетенции, но уже заочно. А моя работа мне в этом только помогает. Я совмещаю учебу со своей практической деятельностью. Преимуществом является не только сама возможность пройти подготовку в заочной форме на базе родной академии или института, но и тот факт, что срок получения высшего образования будет сокращен за счет ранее пройденных дисциплин программы среднего профессионального образования. Планомерное обучение является несомненным плюсом для тех, кто выбрал подобную образовательную траекторию, но далеко не единственную. Само поступление для получения среднего профессионального образования носит, можно сказать, упрощенный характер, так как учитывается лишь средний балл школьного аттестата, а не результаты единых государственных экзаменов. Фактически абитуриенты сдают только одно вступительное испытание по физической подготовке. Очевидными достоинствами являются также обучение на контрактной основе, получение денежного удовольствия, обеспечение общежитием, питанием, медицинским обслуживанием и форменным обмунированием, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска. Можно долго перечислять все преимущества, но немаловажным аргументом в пользу подготовки специалистов среднего звена является тот факт, что вчерашние курсанты выпускаются в звании лейтенант полиции. Это значимое событие для тех, кто выбрал благородную и необходимую для общества полицейскую профессию. Отмеченные преимущества делают обучение именно по программам среднего профессионального образования все популярнее. В 2023 году конкурс составил три человека на одно место. Сам процесс обучения построен таким образом, чтобы абсолютно все возможности академии предоставлялись нашим обучающимся, от кадровых до материально-технических. Наши курсанты с большой заинтересованностью отрабатывают полученные знания на спортивных объектах, в тирах, компьютерных классах и лабораториях, а также доводят до автоматизма свои навыки на специализированных полигонах. Оценив все возможности подготовки специалистов среднего звена, мы полагаем, что именно такая модель обучения является перспективной и востребованной среди молодежи наряду с высшим образованием.